В рамках форума «Армия-2023» состоялась конференция «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности». Руководил работой конференции первый заместитель министра обороны Руслан Саликов. Благодаря слаженной работе команды советника министра обороны Андрея Ильницкого на конференции собрались лидеры мнений, политики, ведущие ток-шоу, философы и участники специальной военной операции. Дискуссия была неформальной, поднимались острые и нетерпящие отлагательств темы, диалог с обществом, недостатки в информационном сопровождении СВО. Живой отклик у участников конференции вызвало выступление политолога Сергея Караганова. Большинство спикеров солидализировалось с его позицией. Важнейшее последствие этой военной операции заключается в том, что общество становится народом, выводится западсанцентризм из умов, а общие тенденции мира и ментальные, психологические, качества элит, особенно на Западе, нарастание экономических противоречий, природных катаклизмов, все идет к тому, что мы через несколько лет будем в гораздо худшей ситуации с точки зрения возможности возникновения огромной ядерной войны, чем сейчас. Поэтому нужно ставить припоны уже сейчас. Владимир Соловьев, как всегда, был ярок и бескомпромиссен. Во-первых, мы, безусловно, если не одержали окончательную победу, но принципиально добились позитивных результатов в борьбе за умой России. Вот это не вызывает ни малейшего самого. Общество консолидировано. Общество осознает, что это война и война надолго. Война, если угодно, стала народной. И, конечно, здесь сыграла роль частично мобилизация, но общество это смогло принять, пережить и осознать необходимость. И я бы сказал, что сейчас власти необходимо догнать тот градус, который есть в обществе. На конференции родился яркий тезис о том, что успехи наших воинов на линии фронта являются лучшей контрпропагандой. Без сомнения, эта конференция даст импульс в наполнении новыми смыслами концепции русского мира. У себя мы должны просто говорить прямо, что это тяжелейшая страшная война, что, возможно, нам придется применить самое страшное оружие. Но если общество будет к этому готово, тем больше общество будет к этому готово, тем меньше шансов, что это страшное оружие будет применено, поскольку тогда наш противник поверит, что мы применим это оружие. И тогда заработает сдерживание, потому что сейчас наш противник внедряет в себя и в весь мир представление о том, что страшное оружие применено не будет. И таким образом, имея ту доктрину применения ядерного оружия, которую мы имеем, которая предполагает его применение только в самом запредельно странном случае, не готовя общество к самому страшному исходу, которого будем надеяться будет избежать, мы таким образом открываем и сейчас, а потом и в будущем дорогу для ядерных агрессий против нас и против всех других. С точки зрения ментальной войны на внутреннем фронте в России, позиция России резко усилилась. Более ясно понимают и опасности, которые грозят России, и опасности и осложнения, которые могут быть при применении той или другой тактики, или наоборот, как достигнуть успеха. И пока Россия двигается в нужном направлении. Могут быть споры, с какой скоростью это двигается и где. Но это вопрос чисто профессиональный, который решают военные, исходя из ситуации на фронтах. Но сегодня в этой области положение России намного сильнее, намного более правильно и стоит действительно на реальной почве. Год назад были всякого рода представления или пожелания, которые выдавались за реальную обстановку. Оказалось, что это не верно. Я думаю, что вот только сейчас люди в России постепенно приходят к выводу, что в общем-то это на самом деле отечественная война. Что на самом деле речь идет не просто о будущем Украине, а если хотите, речь идет, и даже я бы сказал, не просто о суверенитете России, но речь идет о исторической судьбе России. И мне кажется, что вот понимание этого, реализация этого, она, конечно, имеет очень прямое отношение к милитальной готовности населения России, народа России отстаивать свои права и противостоять тому очень серьезному давлению, военному и не только военному, с которым сегодня Россия сталкивается. Я считаю, что работой ведется, и в том числе в информационном пространстве уже столько тех внешних игроков, которые были раньше, их уже нету на информационном поле, это хороший знак. И я скажу так, что у нас уже люди меньше стали воспринимать и украинские средства массовой информации. У нас хотя бы появилась такая возможность противостоять этому, такая, можно сказать, прививка от этой пропаганды, которую нам пытаются навязать. По большому счету, главная проблема, которая рассматривается сегодня на данном совещании, по сути, это проблема, как бы это сказать, вернее, задача расколдовать оставшееся население Украины, поскольку они представляют из себя тоталитарную секту, свидетелей неизвестно чего, в общем-то. Кто-то цей Европы, кто-то еще каких-то языческих богов, как азовцы и так далее. Расколдовать нужны специалисты по реабилитации людей, прошедших воздействием тоталитарных сект, методики понятны. Ну, специалистов по перевербовке у нас не так-то много, да, их учат в других ведомствах, но, в принципе, это тоже и перевербовка. Но это как раз должно действовать, я считаю, на отечественном поле, потому что та вот самая несмышленыша из молодежи, беглецы и разные прочие, ну, извините, пожалуйста, с ними надо просто работать. Когда-то я поработала с русскими фашистами, и я горжусь тем, что мои ребята получили, там, среди них было два ордена мужества, поэтому они до сих пор меня благодарят, что я им мозги вправила вовремя. Но это надо уметь делать, и делать это тонко, профессионально, и не уговорами, и не плакатностью. Вот так я бы сказала. Тонкая эта работа, она требует все-таки от сердца к сердцу посыла. Вы хотите, чтобы мы от них отказались полностью? Это невозможно по состоянию на сегодня. Это долгий, мучительный процесс. То есть начать надо с того, что цены на нефть определяется в рублях. Начать надо с того, чтобы восстанавливать внутреннее производство ширпотреба. Пока это не делается, говорить о том, чтобы разорвать с ними, это наивно. Нет, нужно бороться, чтобы такие уж совсем одиозные идеологические догмы их не доминировали у нас. Но победить их полностью не получится точно до тех пор, пока мы работаем на их компьютерах, пока мы едим их еду и так далее и тому подобное. Вот и все. Сейчас есть четкое понимание, что каждый образец вооружения, который поставлен точно и в срок, это спасенные жизни солдат. И это самое главное. Вот ни у кого теперь картина мира не расходится с действующей реальностью, поэтому мы пашем в три смены и сделаем все, чтобы цели СВО были достигнуты. Когда мы говорим о том, какая должна быть идеология, концепция, мы говорим про идеологию русского мира. Может быть, это должна быть идеологией Святой Руси. Я не священник, но просто если мы будем измерять свои поступки понятием святости и праведности, если то, что мы делаем, не будет вызывать у нас внутренних противоречий, что это нехорошо, если мы будем выращивать здоровое общество, нравственное общество, потому что никакой прогресс, даже технический, невозможен без прогресса человеческого, без нравственного прогресса. И вот когда мы объединим и наш технический прогресс, и нравственный прогресс, и поймем, что образование, то, от чего мы когда-то отказались, это не только обучение, но и воспитание, и начнем воспитывать новое поколение, мы как раз победим. Вот китайская цивилизация для нас не враждебная, как для Соединенных Штатов Америки. Это та цивилизация, с которой мы имеем большие корни исторические, культурные корни. Мы знаем, как к друг другу относиться, знаем свои недостатки и достоинства в том числе. Поэтому мы так легко находим общий язык, равно как и со странами Африки и Латинской Америки. Вот это понимание сегодня пришло, и вы знаете, оно немножко поднимает нашу, что называется, самосознание. Я не говорю в качественном пока уровне. Это стоит еще много работать над этим. Но именно в количественном отношении поднимает наше самосознание, и мы можем спокойно уже видеть и смотреть будущее. В том числе, не только на причины СОО, специальной военной операции, а на ее окончание. Как это будет происходить? То есть нет такого страха, а что произойдет? Нет, мы теперь спокойно работаем. Я, конечно, безусловно, так же, как и все, переживаю за эту ситуацию. Я езжу туда постоянно, спрашиваю ребят. И для меня очень важно, что ребята, которых я встречаю, говорят, еще немножко мы победим. И это вселяет уверенность. А им дает уверенность то, что мы верим, мы в них ждем. Но считаю, что информационную составляющую нам точно нужно усиливать. Мы не наступаем, мы обороняемся, мы обороняем свои земли. Даже двигаясь вперед, мы все равно обороняемся. Это наши земли, это наши люди, и мы обязаны их защитить. Ну вот, например, такая программа, как общество потребления, ну разворачивалась в нашем социуме, извините, с конца 50-х годов. То есть очень много лет она разворачивалась. Ну она победила в годы перестройки и уже в 90-е годы. Это был апофигей этой программы. Ну да, сейчас она во многом преодолена. Но да, не до конца. Потому что социум, он же как бы обширен. Там большая инерция. Разные люди по-разному. Но в большинстве своем эта ментальная программа преодолена или успешно преодолевается. Что человек должен задуматься, что вне полагания себя, как предназначенного для служения, человек, в общем-то, не существует. Он дальше сказал, что... Или он перестает быть человеком, прекращает быть человеком. Он сказал, да, служение Богу, служение Родине, служение своей семье, своим родителям и своим детям. Казалось бы, такие, государству. Потому что тут очень важно понимать, что, например, Родину можно и нужно любить. А служить можно только государству. Потому что Родина довольно большая абстракция. Она соразмерна ровно этому чувству любви. А государство для того и существует, чтобы выполнять функцию этой самой организации. И я утверждаю, что служить можно только государству. А Родину надо любить. Проба ошибок. Я имею в виду наше внутреннее состояние общества. От все пропало, до мы обязательно победим. И это абсолютно нормальный путь здорового общества, когда происходят нетипичные для общества вещи. А боевые действия такого масштаба нетипичны для нашего общества. Поэтому вот это абсолютно нормальный процесс закалки, он случился. У нас очень неплохие исходные данные. И на этом этапе мы информационную войну не выигрываем. Мы преодолеваем сопротивление противника и переходим в наступление. Все-таки вот этот системный подход нашей страны с точки зрения просвещения молодежного поколения должен дать свои результаты. И политика в интернет-пространстве, информационная политика, и политика по образованию, просвещению должны дать свои результаты. И вот и молодежная аудитория, которая, как я еще раз сказал, более напугана, более в непонятной ситуации, как это все оценить. Она боится давать однозначные оценки. Маргинальные. Может быть, это хорошо, потому что главная задача как раз получить образование, найти свой путь, свою профессию в жизни, закрепиться для того, чтобы потом уже заявлять свои политические позиции. И все больше и больше в социальных сетях фотографий, печальных фотографий, от которых просто сердце кровью обливается, потому что это люди с украинских кладбищ, то понятно, что вот это острее всего действует на сознание. И вот в этом смысле, чтобы не показывали по девяти национальным каналам, но вот такая действительность больше скажет человеку о реальности, чем бесконечно записываемые ежевечерние обращения Зеленского. И эту реальность создает российская армия в зоне специальной военной операции. И у нас, можно понять, что есть несколько участков фронта, что мы тоже пока не совсем поняли. Есть участок фронта у нас в стране. Отдельный участок фронта у нас в стране с людьми с высшим образованием и сидящих постоянно в социальных сетях и так далее. Третий участок фронта – это население Украины. Четвертый участок фронта – это новые территории, причем двух типов там. Есть на Донбассе и Крыму одни, где с нами давно, а вот в Запорожье, Херсон, там совсем другая ситуация. Там, например, большинство вынуждено учиться в школах российских днем и вечером онлайн в украинских школах. Дети учатся, поскольку им угрожают, их родителям, что будут совершены теракты против них, если они не будут учиться в этих украинских школах. И большинство бизнесменов платят налоги и у нас, и в Украину, потому что им тоже угрожают. Представляете себе, насколько сложная там ситуация? И одновременно у нас еще большое такое, условно говоря, западноевропейское общественное мнение, и большое мнение у нас, вот то, что называется глобальный юг, или, может быть, большинство человечества предлагает называть. Это тоже, что еще один. И все это разные участки. Одна из таких побед, вот если говорить об информационном таком большом пространстве, большинство стран мира не верят, что Россия виновата в этой войне. Это тоже часть нашей работы. И несмотря на то, что у Западной страны массированность информации, ну, наисколько порядка выше, чем у нас. Тем не менее, наш такой робкий голосок, а мы же не виноваты. Я вижу сегодня, конечно, большой прорыв в плане очищения нас. И это самое главное. И понимание здоровых ценностей, оно сегодня возвращается к нам, и мы начинаем их действительно защищать. Ну, вот, наверное, так, может быть, что-то еще. Да, и вот отдельный кусок я бы просто хотела сказать, что мы говорим сегодня про ментальную безопасность, и мы здесь не можем говорить о безопасности, не говоря о мерах социальной поддержки, в том числе бойцов специальной военной операции. Через какое-то время вопрос поддержки инвалидов, СВО, ветеранов неизбежно встанет и перед обществом, и перед государством, и перед церковью. И сегодня, объединяя наши усилия, мы должны разработать не больше, не меньше, как федеральную целевую программу комплексных мер по реабилитации и социализации наших бойцов, инвалидов и ветеранов СВО. Мы проанализировали опыт Советского Союза. У Советского Союза был уникальный опыт демобилизации. 7 миллионов человек. Что происходило? Было несколько крупных блоков работы в этом направлении. Нам сегодня очень важно не точечными мерами, которые сегодня, конечно, важны здесь и сейчас в рамках тех или иных ситуаций, событий, но комплексно подойти и разработать федеральную целевую программу поддержки ветеранов и инвалидов специальной военной операции. Перелом в информационной войне, он произошел, но произошел на земле благодаря вот этим ребятам. Это физический факт. Поэтому иногда физические факты такие, которые мы делаем, наши ребята делают, они ломают все эти грандиозные информационные щиты. Это, кстати, парадоксальный вывод. Ребята, которые были сегодня здесь, в зале, это они обеспечивают победы в информационных войнах, где мы просто пехота на самом деле. И вот я хочу сейчас прочесть несколько строчек, отвечая на ваш вопрос, хочу прочесть несколько строчек Юрия Волка, который, к сожалению, умер 7 апреля 1923 года. Он умер от ран, потеряв перед этим под попастной обе ноги. Он пишет. Но почему в разгар военных дней павлинами гуляют скоморохи по свежим ранам родины моей? Лихое время, на сердцах зарубки, в стихах и песнях черпать веру. Но на сцене шелуха одни скорлупки. В них сердцевина выгнила давно. Склевать в стране все до последней крохи и улететь, оставив свой помет. Другие люди у моей эпохи, их пустоцвет богемный не поймет. Есть термин «ментальная война», и уже появляются производные от этого термина. И вот сейчас общество протрезвело ментально в первую очередь. Почему? Потому что мы наконец-то начали называть А. Вещи своими именами. Б. Мы начали осознавать в ту игру, в которую с нами играет Запад. Мы начали понимать, что все, что предшествовало специальной военной операции, было не что иное, как подготовка к войне с Россией. И никакая это не демократия, никакая это не дружба, никакой это не обмен опытом. Все, что делалось, каждый шаг был направлен на то, что наш противник вел войну в серой зоне. Вы когда-то очень точно сформулировали. Жахнем. Обязательно жахнем. Но не сейчас. Вот в этой категории обязательно. У Запада есть сомнения. Они считают, что мы не жахнем. Поэтому я считаю, что необходимо сделать все возможное, чтобы у них не было ни малейших сомнений. Что жахнем? Потому что жизнь у русского солдата важнее, чем безопасность бюргеров. Знаете, в свое время была такая формулировка, ее впервые озвучил небезвестный фельдмарш, Владимир Владимирович иногда повторяет, что Россия напрямую управляет Господь. Да. Сейчас он управляет через верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. В какие-то времена через Александра Невского. Но это надо понимать, что это Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Казахстана. Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова